Если почитать американскую прессу, отдельные заявления государственных лиц в Европе, в Европе меньше даже, в Америке, я бы сказал, Европа воздерживается от брать на себя ответственность за такую тему. В Америке как-то они посмелее даже формулируют. И это уже происходит, я бы сказал, практически с саммита НАТО в Вильнюсе. С этого момента этот процесс как-то так понемногу, потихоньку набирает обороты. Я думаю, что это определенная линия внутри администрации Байдена, которая, много дискуссий было, направлено на то, чтобы Украина не проиграла или Украина выиграла, она выбирает первое. Действительно, тезисы те же. Военное равновесие. Москва сумела за эти полтора года наладить военное производство. Москва сумела и собирается даже еще увеличить число мобилизованных. В контексте этого всего, видя тупик этой ситуации, невозможность реализации планов и целей контрнаступления, как это трактуют подобного рода эксперты, представители, доверенные лица администрации Байдена. Ну вот, мол, нужно перейти к другим альтернативным, кроме военных, формам разрешения этой войны, этого конфликта. Такова позиция. В Украине предельно болезненно к этому относятся, думая, что по инерции все продолжается, ничто не изменилось, этих настроений нет, что Америка последовательно поддерживает военные планы Украины по деоккупации этих 19% оккупированных территорий России. На самом деле, все-таки изменения есть. И то, что они выражаются в задержках, поставках необходимого вида вооружений, самолеты будут поставлены F-16, о которых так долго говорил, в течение всего года минимум, только на следующий год. Ну, может, в январе, может быть, чуть позже. Я думаю, отчасти это именно так. Я думаю, отчасти это именно так. Об этом надо говорить, это надо анализировать, потому что голоса эти звучат все громче именно в Вашингтоне, в Америке. Сам Байден в такой лексике не выдерживает своих заявлений, но некоторые из лиц его администрации о чем-то подобном говорят. Вы знаете, и многое усугубило, я бы сказал, в позиции Вашингтона события 23-24 июня в России. Они, это первый фактор, ну, помимо всех соображений того, что Украине не хватит сил для того, чтобы самостоятельно деоккупировать территорию и дойти до границы 91-го года, они действительно испугались, что в результате хаоса к власти в России могут прийти ультра силы, которые не то, что недоговороспособны, а станут обладать на ядерную оружие и цитра и цитра, то есть и так далее. Ну, мы все это услышали риторику, мы знаем эти страхи, и они уже не первый раз и не первый год возникают в связи с Россией, которая в случае распада окажется, так сказать, 10 или 20 мелких Россий, которые будут не лучше России большой, даже если с ними проще будет справиться поодиночке. Вторая причина, я думаю, очень существенна, это выборы в Соединенных Штатах. Американская администрация не хочет проиграть выборов и понимает, что Украина воюющая, вот в этой динамике боевые действия, которые идут на юге, на востоке Украины и так далее, это фактор в минус. Действующая администрация в минус. Почему? Ну, как бы проще говорить о том, что наступило примирение, люди больше не гибнут, существенно снизятся военные поставки, ну и финансирование войны украинской стороны союзником, главным союзником, каким США является, и достигнут пусть и относительный, но положительный результат. Украина осталась, она будет существовать, она будет продолжать евроинтеграцию, интеграцию в североатлантические структуры, произойдет это за один день или за пять лет, вот типа это неважно. И это достижение американской администрации, поскольку власть сохранилась, Украина сохранила суверенитет, а угроза была именно суверенитет, исчезновение Украины как государства, как нации и так далее, украинского народа как нации. А вот это было остановлено. Вот это избирателям можно продать. А когда неизвестно, каким еще и чем это все закончится, это продать нельзя. То есть, все продолжается и неизвестно, может Москва на Киев двинется, понимаете? Вот это гораздо более уязвимое для демократической партии, для Байдена позиции. Может быть, если он выиграет выбор в ноябре, то, может быть, все вернется на круги свои, а почему бы и не военным путем закончить это решение, и интенсифицировать поставки и так далее. Но до момента выборов он понимает, что в такой ситуации он очки скорее теряет, потому что настроения меняются. В Америке они более специфически меняются. Понимаете, они всегда все-таки, Украина была на периферии, на первостепенный интерес для американских избирателей. Все-таки гораздо важнее экономический вопрос, социальный внутри самой США. Но Украина – это тот болезненный аспект, который Байден все время будет ставить критики его из лагеря республиканцев в упреку. Те, кто, скажем так, более нейтрально занимает позицию типа Трампа, будут говорить о том, что вы не смогли остановить войну, а я вот Трамп мог бы остановить войну. И это не значит, что я хочу уступить России, а просто я мог бы не допустить того, что произошло. Критики, которые, наоборот, Украину поддерживают, будут говорить, вы недостаточно, и они звучат, эти голоса. Помогали Украине, надо было сразу давать самолеты, надо было сразу давать ракеты. Ну, никто им рот не заткнет, они могут это говорить. И это тоже аспект критики, ему нечем будет ответить, а почему-то действительно не давал. Если боевые действия приостановятся, он может сказать, слушайте, мы путем баланса сумели достигнуть первого результата, сохранить Украину. И да, значит, не дать России повод для начала Третьей мировой войны, ну, и что-нибудь в этом роде такое. А если боевые действия продолжаются, то никто не понимает, чем кончится. И поэтому, я думаю, это второй очень важный аспект, который понуждает американскую администрацию уговаривать Киев пойти на какую-то форму переговоров, дистанционную, опосредованную, там, в лице третьих стран, там, Турции или кого-то еще. И я думаю, что единственный важнейший рычаг давления – это финансы и вооружение, которые поставляют союзники. А какие еще? Сама Украина у нас почти 100%, ну, я не знаю, на 95, 97, не готова никаким мирным переговорам, не желает их и понимает, что в ходе любых форм переговоров, через посредничество, там, напрямую, еще как-то, неважно, это утрата территории. Это мир в обмен на землю. Мир зыбкий, а территория очень даже конкретная. И эта формула с Россией, проблема в том, что она с ней никогда не работала. Вы отдаете землю, но вы мира не получаете. В 2014 году что бы не удовлетвориться было Донбассом и Крымом, ну, например. Чего бы было бы не удовлетвориться? Ну, этого же мало. Россия же не этого хочет. Кремль не этого хочет. Он хочет всей Украины. Потому что оставшаяся Украина, за вычетом этих 18-19%, уходящая в НАТО и в Евросоюз, это угроз гораздо больше, нежели Украина, которая вернет себе свои территории и останется в нейтральном статусе. Вот в чем квинтэссенция этой проблемы для России, для Москвы. Она не может позволить, чтобы соседняя гигантская славянская государство, 40-миллионная, ну, как бы там не считать с беженцами, без беженцев, не может показать пример, что она может спокойно сосуществовать, как они заявляют, в англосаксонском мире или там устроенном англосаксонном мире, интегрироваться в североатлантические структуры, в европейские и так далее. Не может, потому что тогда не очень понятно, ради чего претерпевает вся остальная 140-миллионная славянская масса, ради чего они мучаются, терпят диктаторский тоталитарный режим, ограбление, дикую коррупцию, бесправие, абсолютное бесправие и так далее. То есть это один аспект, их гораздо больше. Но, тем не менее, Москва не может пойти на то, чтобы разрешить Украине уйти в коллективный запад. Вот главная причина. Марк, ну в том же Вашингтоне не могут не понимать. Мы с вами знаем про 95-97%, но и в Вашингтоне не могут об этом не знать. И еще один аспект, то, что Украина просто на это не может пройти, потому что, ну как ни крути, в любой стране, в любой стране все-таки носителем власти является народ. Это значит, что народ может в любой момент... Практически демократии, безусловно. Сменить власть, но так или иначе, даже при диктаторах, если подавляющая масса народа против власти, власть не удерживается. Да, но у нее всегда есть люфт. Вот у такой власти, как российская, всегда есть люфт. Вот в других системах, да. А вот у российской удивительное дело. Ты можешь иметь 100% против населения. Ну, может, не власти, а какой-то части ее или решений власти. Ну, продолжать удерживать. Украине, да, но неприятие власти, оно само по себе очень неприято. Поэтому все прекрасно в Вашингтоне не могут не понимать, что фактически таким образом обеспечивается для России стратегическая пауза. А Вашингтон хочет перехитрить, понимаете? Вашингтон хочет перехитрить Москву, ну и немножечко Киев. Да, замерев этим конфликтом, вернуться к рычагам альтернативным военным давление на Москву, приведя к фактическому смену власти там. Но естественным путем. Со сменой естественной, транзитной, а не путем свержения режима Путина и возникновения неизвестного, так сказать, силы, которая может прийти ему на смену. А вот управляемые силы в виде всяких Мишустиных, Хренустиных и так далее, которыми куда быстрее договорятся. Вот что хочет Вашингтон. Он точно так же и в 1991 году отчасти действовал. Он же не хотел распад Советского Союза. Он думал, что все мягко трансформируется. С Горби они договорились. Горби поменяет, значит, все, что нужно. И будет продолжать управлять Советским Союзом там на конфедеративной основе сохраняющийся союз государств. Любой другой. Но главное, чтобы не было этого распада, который ведет к неизвестным, непредсказуемым последствиям. Даже сейчас они могут говорить о том, что Советский Союз распался. И вот какая на его месте Россия-то возникла. Которая неизвестная кинет ледерную бомбу или нет. Это у них аргументация такая. Она ложная, но она такая. Мы к России обязательно очень скоро вернемся. Но если мы говорим про аспект выборов. Воюющая Украина в ноябре 2024 года. А до ноября 2024 года еще больше года. Может не устраивает администрацию Байдена. А побеждающая Украина. Украина, которая отвоевывает свои территории. Это же огромный успех. Да, но и конечно бы Вашингтон на это бы согласился. И конечно бы Вашингтон бы это приветствовал. Но они-то считают, что у Украины нет этих сил и возможностей. Понимаете? Они считают, что контрнаступление, которое идет. Да, может быть военные понимали, что не будет все так гладко и красиво. Но политики принимают решения. Не военные. А политики считают, что время, время. Время это самый дорогой ресурс. Не оружие, не деньги. А именно время. И этого времени у Украины нет. Потому что, смотрите, полтора года идет война. И они полагают, я повторяю, позиция в Вашингтоне артикулируемая. Потому что у меня много источников, которые рассказывают это все. И в Конгрессе, и в Госдепе, и в других местах. Да, конечно, если в один день победить, все освободить, то и ок. Ну и бог с ним, что будет в России, то будет. А если это тянуть и тянуть, то в их представлении Россия получает массу рисков, так сказать, с одной стороны, на которые Вашингтон вообще не влияет. Как мне сказал посол Украины во Франции. Я вот этот риск получал долгосрочный. Он и сказал, что в двух столицах испугались события 24 июня. В Москве и Вашингтоне. Понимаете? То есть, действительно, в двух столицах испугались. И делали все в Вашингтоне, чтобы Пригожин не имел успеха. И сейчас они более чем счастливы. Даже больше, чем Москва. Ну и нет проблем. И, как говорится, вот так. То есть, они считают, что у них есть взаимодействие с нынешней властью в России. И общий стратегический дальний интерес за самосохранение власти. Это интерес Москвы. А он на тактическом этапе, в общем, интересен на Вашингтон. Да пусть Путин пока. Но ведь даже с этой точки зрения Вашингтону очень нужна именно выход на границу 1991 года. А там дальше уже с Россией мы договоримся на более лучших условиях. Потому что, ну, если бы они считали бы так, если бы это было бы мейнстримом, тогда какой смысл давать кассетные боеприпасы, которые реально помогли? Вот топтались, топтались. Я же не случайно сказал, 14-я пустая сегодня. А также на другие ситуации. Сегодня они уже говорят, тот же Столденберг говорит, что мы не думали, что Украина так может воевать. Мы не думали, что они могут преодолеть эти линии. То есть, они знали о том, что они... Во-первых, в американской администрации нет единой позиции. Там есть и противодействие позиций, которые вы сказали. И одновременно поддержка этой позиции. То есть, допустим, крыло Салливан-Бернс – это одно. А крыло Остин и глава Блинкин, глава Госдепа – это другое. И поэтому совершенно не факт, что здесь результирующая. Она сложится именно в сторону того, что... Либо окончательно дать все, что необходимо, и победить военным путем выйти на границе 91-го года. Или же, наоборот, понудить к переговорам Украины, чтобы зафиксировать статус-кво. Ну, какая-то будет средняя линия, выработанная между этими двумя... Или она сейчас есть? Ну, она сейчас, безусловно, есть. Но, скорее, она в пользу первых. Сейчас в пользу Салливана и Бернса складывается. Вот так, по ходу того, что мы видим. Пока именно так. Потому что для военной победы мы знаем, чего не хватает. То есть, это не какие-то загадочные вещи. Нужно более серьезные виды вооружения и их диверсификация в пользу появления очень серьезных видов вооружений. Кстати, не только 16-е. И ракеты дальнего радиуса действия. Это, между прочим, и дроны специальные. И много чего еще. Они очень эффективны в свою высоту. Показали, кстати. Поэтому проблема заключается в том, что пока побеждает линия, которая не очень верит в то, что Украина в состоянии, даже получив эти средства, где оккупировать оставшиеся 19% территории. Побеждает пока эта линия. Несмотря на то, что они по инерции, безусловно, дабы не сдвинуть ситуацию в худшую сторону, чтобы, знаете, на Киев не пошла Москва, будут продолжать вооружать Украину и помогать ей финансово. Но в степени, которая не даст решающей возможности для победы. Может ли Украина самостоятельно при имеющихся ресурсах осуществить эту задачу? Ну, хотя бы дойти до моря, скажем так, разрезать фронты, перерезать этот путепровод, снабжение армии. А неизвестно это. Понимаете? Это неизвестно. И поэтому, наверное, да, мы скорее верим, нежели знаем, как можно знать, в какие сроки. Вот и все. Наш общий друг Юрий Федоров, он, кстати, очень интересная вещь, постоянно повторяет в эфирах об этом, что для того, чтобы перерезать эти линии, не нужно доходить до моря. Достаточно взять так мак. Да, он правильно говорит. Потому что, если возьмут так мак, тогда же это... Сложно обстреливать, там больше ничего не сдвинется, там ничего не... Железная дорога перережется, причем взять под огневой контроль, все остальное будет. И это очень важный момент. В принципе, сейчас ВСО решают, какая линия победит в Вашингтоне. Но кроме Вашингтона, есть же еще и другие страны, которые тоже участвуют во всем этом. Давайте сделаем маленькая ремарка. Смотрите, конечно, перережут, но это еще не победа. Даже допуская это, в Вашингтоне считают, что даже если перережут путепроводы, все равно два куска останутся, восточный и южный, там левый берег Украины и Крым, которые, так сказать, не автоматически можно будет даже под огневым контролем держа освободить. Это тоже уйдет уйма времени. И это тоже... Просто до ноября время есть. До ноября следующего года я имею в виду. Так что это называется, будем посмотреть, и все-таки давайте посмотрим сценарий, а что в это время происходит в России. В какой стадии находится Россия? Потому что, насколько я понимаю, там тоже с ресурсами, по крайней мере, из того, что мы совершенно на фронте, не все в порядке, особенно с ресурсами техническими. Можно надеть военную форму, можно дать какой-то автомат, но это не армия. Не, я согласен. Эти проблемы очевидны, известны, публичны. Но они это преодолевают чем? Они, во-первых, не считаются с потерями. То есть, вот этих одетых и с автоматом пущенных, они не имеют проблемы внутри России в связи с числом потерь, понимаете? Которые все-таки так или иначе имеют в Украине. Смотрите, какие проблемы с призывом, с мобилизацией. Они не такие гигантские, но они есть. Есть проблемы, безусловно, в России с оснащением, с офицерским составом. Они есть. Но это преодолевается числом. Не умением, не технологической изощренности, а просто числом. И я думаю, вот эта новая мобилизация, она готовится именно с этой целью. Закрыть эти дыры новым человеческим материалом. Понимаете? Она так и будет? Ну, в этом нет никаких сомнений. А какая замена? Но наряду с тем, все-таки, понимаете, Москва сумела, надо отдать ей должность, за полтора года, в общем, они сумели хотя бы в том режиме, благополучном, бесперебойном режиме, производить необходимые сейчас вооружения. Это снаряды, это артиллерийские, это танки, ракеты. Они это более или менее наладили. Они остаются такими же плохими по качеству. Они точно такими же остаются, мягко говоря, несовершенными. И неконкурентно способны западному вооружению. Они берут количество. Они молотят количество. С танками и ракетами как раз-таки тоже проблема, иначе бы его как объяснить. Но, тем не менее, все прогнозы о том, что ракеты закончатся, нечем производить, у них там нет чипов, которые производятся совсем не в России и так далее, оказалось, что что-то они там сумели наладить. Вот так я бы сказал. Что-то да, но ракеты не закончатся от слова совсем, но то, что раньше было и то, что сейчас, конечно же, это небо и земля. Вопрос. Достаточно ли это для побед, для взятия Киева? Нет. Они не смогут взять Киев. Или крупные города. А достаточно, чтобы удерживать оборону на тех позициях, которые они сейчас занимаются? Я думаю, пока да. Чтобы удержать только Атакмак и Бахмут? Не знаю, посмотрим. Нет, Атакмак и Бахмут не так. Надо ставить вопрос. Могут ли они удерживать, скажем, юг? На востоке там разные могут вещи произойти. А могут ли удерживать юг в целом как территорию и левый берег? В какое-то время да. Я же не сказал, что вечно. В какое-то время да. Это говорят люди с фронта. Это говорят из ВСУ люди. Это не я. Это не удерживает какое-то время. О, это время, так время самый главный ресурс. Я же об этом сказал. Хватит ли терпения и политического ресурса, и воли у Запада, чтобы продолжать и продолжать? Потому что они считают, я читаю их статьи, что это очень долго уже. Это затяжная уже война. В их представлении полтора года – это затяжная война. Даже в Карабахе в 2020 году все было куда стремительно. В их представлении, я понимаю, но тем не менее, они мультиплицируют этот эффект. Ну, что же это дальше? А где конец? Он через два года, он через три года. Вот в чем их, так сказать, исчерпаемость. То есть для них время очень важно, потому что они не могут у себя своим политическим, в политическом смысле, общественному мнению продать затяжную войну. Она непродаваема. И они ровно поэтому меняют поведение. Не потому что они сейчас сочувствуют России, плевать они хотели на Путина и на Россию. Но общественное мнение там, оно меняется. Ну, судите сами. Вот вы видели дебаты или там читали о дебатах. Это Рама с вами, это миллиардер. Он вообще не узбедичка. Да, но дублер Трампа. Дублер Трампа, да и более радикальный. Трамп себе не позволяет такого говорить. Понимаете, Трамп-то этого не позволяет. Он аккуратнее, гораздо директорнее. Но это же тоже отражение определенных настроений. Конечно. Конечно. Ему нужно показать себя большим католиком, или как там, чем Папа Римский, большим трапистом, чем сам Трамп. Американцев, да, и большим республиканцам. Совершенно с вами согласен. Скажем так, не пересветило возможности политической трансформации в России. Назовем это мягко. Я думаю, что после событий 23 августа, после уничтожения Пригожина и его окружения, Путин, безусловно, укрепился. Он продемонстрировал властному классу, в котором как раз и были колебания. Они были не в народе. Народ не спрашивает. Он не субъект. Народ находится в своей совершенно замкнутой ипостаси, в состоянии, когда он принял определенную форму поведения, изображая лояльность или будь лояльным, никакую другую, ни при каких обстоятельствах вообще. А вот в элите настроения разные. Ну, вы видели много записей слитых и так далее. Много информации, прямой информации, которая свидетельствует, потому что им это не нравится. И причиние за Украину, что они там хотят, значит, поддержать как Запад и так далее. Нет, у них они безидейные. Они просто страдают из-за санкций. Вот Мельниченко, миллиардер, заявил Financial Times, что да, санкции серьезно ударяют. Человек подтверждает конкретно, что... По нему конкретно. Нет, он обобщал. Он, в принципе, говорил, что санкции работают. Ну, да, по нему конкретно, да, но на разные лады об этом говорят все. Что им не нравятся санкции, им не нравится конфликт с Западом, им не нравится эта изоляция. Вообще она им не нравится. Проблемы эти не нравятся. Так вот, Пригожину убили не в последнюю очередь, может быть, не в первой. Не в первой, но в стиле его убирали как элемент политический. Но для того, чтобы продемонстрировать, что нет, 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 нет. Здесь пирамидально устроена система. Все, что вы получили, это наше. Если вы хотите продолжать этим безопасно владеть и жить, вы будете делать, что вам говорят. И я думаю, с этой точки зрения он систему власти укрепил. Одновременно с этим он, конечно, и отрезал себе пути назад в отношениях с этой так называемой элитой. В каком смысле? Что если теперь кто-то появится, кто его угрохает, или, так сказать, приведет к этому положению, при котором ему сильно понадобится апеллировать к этой элите, и чтобы она его поддержала Путина идейно, или, так сказать, в силу обязанностей перед ним, в силу, там, не знаю, сочувствия, чего угодно. Этого не будет никогда. Это засажено. Они будут видеть перед собой, значит, инсургента, который попытался неуклюже выступить против системы, и что с ним сделали. Сейчас там разбазарят его имущество. С этой точки зрения система укрепилась. Но одновременно и захромала, потому что в ней больше нет консолидационного единства через интересы. Были только через интересы. Про идейность мы не говорим. Там людей идейных нет. Но теперь даже интересы с ним не идентифицируются. Убрать его – это лучшая защита интересов, нежели его оставить. Вот это, безусловно, внутри системы произошло. Так же, как при Сталине. Вы знаете, что самые отпетые сталинисты, которые держали чемоданчики у двери, вздохнули с облегчением, когда Сталин умер. Это же потом, после 20-го съезда, они начали говорить, да нет, великий Сталин, когда над тобой не висит пистолетик МКВДшника, то ты, конечно, по-другому начинаешь. Ну, в тот момент уже МГБшника при Сталине в последний период, оно так называлось. То ты уже начинаешь искать и хорошее, и оправдывать что-то. Ну, тебе же не умирать. И поэтому 20-й съезд был принят не только потому, что Путин, извините, Хрущев продавил его, а потому что они сами с облегчением его хотели. Это уж потом стало выгодно реанимировать это все, да, реваншировать это все. Так и тут, понимаете, они с облегчением вздохнут, это элита, если Путин убьют, или Путин умрет, или Путина отставят. С облегчением вздохнут. Поэтому здесь, как бы, я считаю, с элитой у него, ну, такой матримониальный контакт потерянный. По любви он уже потерянный. То есть это фактически... Давайте так. Вы связываете возможность переменной России с биологическим существованием Путин? Да, безусловно. Мы же не знаем, когда он умрет. Вообще никто не знает, когда умрет. А если он естественным путем накапливает, он на восьмом десятке. Если вы сказали, в сорок лет умрет, или в пятьдесят, мы все бы посмеялись. Но это может произойти через десять лет, допустим. Допустим. Инфаркт, инсульт, что-нибудь такое. Нет, давайте так. Убийство, отравление, табакинка, все что угодно. Но... Что что угодно. Возможно ли какая-либо трансформация при физическом существовании Путина? Нет. Нет. Он же как раз этим и отрезал. Все. Он же мог пойти на какой-то такой компромисс, убрать Шойгу Герасимова, поставить других, и как-то поделить власть в войне, и власть внутри власти с кем-то, кто мог бы более решительно пойти на переговоры, мирные уступки, на компромиссы, на какую-то там... Последнее заявление Пригожина, они же все были выдержаны в тонах, а зачем нам эта война? Мы ее начали без причин, и без причин же проигрывали. Они же в этом контексте были выдержаны, при том, что он говорил, да, нужна всеобщая мобилизация, всех на фронт и так далее. Но главное его заявление перед смертью, они же были именно такого рода, ну, я не назову их пацифистскими, но они были резонерские. А чего и зачем? Помните его заявление, одно из последних, там, за день или за 2 до 23 июня, когда якобы обстреляли там базу Чивыкова, он же заявил о том, что да не было никаких налетов, не было никакой бомбежки, Донбасса все 8 лет, да ничего этого не было. Это же крамольное заявление, потому что я думаю, что когда его устраняли, этот аргумент тоже сыграл свою роль. То есть он перешел грань не только в отношении персоналей, институциональных персоналей Шойгу и Герасимова, главы Минобороны и Генштаба, но он перешел границу и в идеологии войны, в том, чем она обоснована. А если тогда эта война затеяна, про продление своей вечной власти, про какие-то там, я не знаю, интересы геополитического масштаба, отвлеченные, которые вообще к жизни людей не имеют отношения, зачем вы затеяли эту войну? Вы, как говорит Гардин, не знаю, правда или нет, полмиллиона уже убитых из той, с другой, правда, страны, это понятно. Но это же крамола страшнейшая, и поэтому даже заодно это его должны были устранить. А уж он там столько всего наделал, что и говорить нечего. Поэтому я глубоко убежден, что, безусловно, Путин укрепил свою власть. Ну, конечно, укрепил, как всякий тиран, который убирает всякий негодный элемент, предатель он их называет, а тут как хочешь трактует, предатель, непредатель, или в пользу царя, значит, как Скуратов, Малюта Билбояр. Неважно, это уже детали. Но он продемонстрировал характер в своих взаимоотношениях с властным классом. Вот он такой теперь, через насилие. И это, по-моему, не оставляет шансов ему как-то мягко отступить, кому-то что-то уступить, уйти вбок, в перпендикуляр, и ему ничего за это не будет, и он сохранит какой-то объем полномочий власть и безопасность. Нет, уже уйти нельзя. Подобное укрепление власти, это насколько оно, по-вашему, эффективно, я имею в виду, насколько его шансы быть убранным уменьшаются при этом? А мы не можем их оценить. Вот в чем беда. Мы не можем, потому что мы, вот судите там, какие были шансы его быть убранным до событий 24 июля, до этого похода доступен на ЧВК Владимир. Какие были шансы? Мы умозрительно их оценивали, что вероятность такого, возможно, недовольство в армии, недовольство в том, что ЧВК Владимир, тем более он открыто об этом говорил, это же не какие-то тайные заводы, ничего не было, и вдруг появилось. Это же происходило на фоне его заявлений, пригожных, именно таких заявлений, которые можно было и нужно было трактовать как вызов системе и вызов самому Путину. Ну да, он критиковал, так сказать, администрацию, олигархию, Рублевку, Путина Шойгу, извините, Герасимова Шойгу, но мы-то слышали, кому претензии, с этим дедушкой и так далее, то есть там звучало рефреном какие-то вещи, что а зачем вы и как вы, и что вы. И, так сказать, естественно, что эти шансы мы оценивали, ну, с какой-то степенью вероятность. Сейчас, в условиях еще большего огрубления вот этих действий со стороны власти. Но больше загадок, нежели ответов. Но зато мы можем точно сказать, что шансы его обнуления до 24 февраля 22 года были явно ниже, чем после 24 февраля. Да, это можно сказать, потому что он проигрывает войну. Он ее все равно не выигрывает. Вы понимаете, если он взял Киев за три дня, нечего было бы обсуждать. Ну, или там, условно, поменяли на марионеточного кого-нибудь Медведчука или там еще кого-то посадили бы. Тогда бы нечего было обсуждать. Главный момент. Так или иначе, на войну, на эту войну, на итог этой войны, исход этой войны, ориентированный, ну, как минимум, все соседи России, но кроме соседей России и другие страны. Вы видите, как другие страны, другие игроки заполняют пустоты, которые сейчас уже образовались в результате этой войны? Безусловно. Пустоты в геополитическом пространстве. Ну, конечно, эти пустоты заполняются пространством Китая на пространстве бывшего СССР, безусловно, например, республики Центральной Азии. Они явный крен делают в сторону Пекина. Да и сама Москва, в общем, не сильно этому сопротивляется, боится сопротивляться. То есть, окриком с ними уже не поговоришь, будь то с Астаной или там Душанбе или там Кыргызстаном, ну, уже не поговоришь. То есть, нужно уже как-то убеждать, уговаривать. Посмотрите, какое напряжение с Арменией, например. Ну, понятно, что это последствия событий в 20-м году в августе в Карабахе. Конечно, с сентября. Но мы тоже понимаем, что это же определенное геополитическое изменение, существенная война усугубила его. Усугубила сильно, потому что, если бы Путин выиграл бы войну, то тогда бы, наверное, эти напряжения были. Ну, во всяком случае, видоизменилось, другим было. Как-то решали бы. Ну, не так все. А когда видят, что слабеет главный сюзерен на пространстве, геополитический, пространство бывшего СССР, так, его щиплет, все, кто не лень. Геополитическая карта меняется в пользу, прежде всего, Пекина. Это однозначно. Второе, это, ну, скажем так, никто не хочет прислоняться ни к каким шагам Москвы против Запада. Даже те, кто клонятся к Пекину. Никто не хочет прислоняться к этим шагам. Никаким конфронтационным шагам никто не хочет прислоняться. Вот раньше можно было укреплять Евразес, ОДКБ, а сейчас невозможно прикреплять. Сейчас того и гляди, и те, и другие развалятся. ОДКБ-то, на мой взгляд, явно идет к этому процессу. А единственное исключение, и тоже, кстати, показательно, это Беларусь, которая сама себя загнала в ситуацию, когда выбора у нее нет вообще никакого. То есть, это иллюзия думать, что есть выбор для Беларуси клониться в сторону Пекина или Москвы. Нет, у Беларуси это возможностей. В Центральной Азии есть, у других стран бывшего СССР есть, а у Беларуси нет. Это же тоже следствие определенное того, что произошло. Более того, я хочу сказать, что в связи с идущей войной и ее неуспехом для Москвы и перспектива аннексии Грузии какой-нибудь, она тоже отдалилась. Вот с точки зрения военной, я подчеркиваю, не политически, не вот это вот, все, что происходит, а военной. И тем более, кстати, удивительна позиция руководства грузинской мечты и власти в Грузии, которая не пользуется этой ослаблением своего главного врага, в общем-то, который откусил ее территории. Вот это удивительно. То ли страх, то ли, так сказать, коррупция, то ли еще какие-то особые связи и отношения, они влияют на то, что Грузия, как раз, которая бы, у нее войны нет, она не воюет, на ее территории ничего не представляет, могла бы рвануть в сторону НАТО и ЕС, как Молдову, например, и иметь гораздо, гораздо больше успех даже, чем Молдову, всего очень многих причин, она этого не делает, она наоборот ищет нейтрального статуса, но такого благосклонных отношений с Москвой, упуская реальную возможность, так сказать, гарантировать себя от будущих каких-то проблем, которые могут быть через десятилетия. Вот это удивительная вещь. Так что геополитические изменения есть, мы их видим. Ничего удивительного, мне, кстати, очень интересно, мы про Грузию в двух словах я еще скажу, но я вам скажу вот, что для меня удивительно, не то, что удивительно, показательно, та вещь, что вы сказали про Китай, про заполнение геополитических пустот Китаем, но вы ничего не сказали про Запад, то есть Запад в данном случае полностью посилен. Да, Запад в этом смысле пока ничего не предпринял. А что он предпринял? Он должен был форсировать принятие Украины, Молдовы, в НАТО, в ЕС. Ну это само собой, я имею в виду пустоты. А какие пустоты? Запад-то сейчас в нынешнем виде мы слышим реалополитическую теорию про то, что это отступление произошло-то, ну может быть, полгода назад. Аккуратное такое сдвижение позиций, изначально от агрессивной такой, что полная победа, к осторожности. А что будет на пространстве России, если мы будем давить сильнее? И вот этот разговор про то, что нам нужен союзник в лице Москвы против роста Китая. Это же зазвучало сейчас по-другому. Не то, чтобы там, а вот мы не дадим в объятие упасть Москве к Китаю. По-моему, это совершенно глупый тезис. Москва сама падает, да. Но там же есть это представление. И там это раскручивается, что мы не должны дать возможность Москве войти в плотный союз и военный, и геополитический, и всякий другой, чуть ли не территориальный из Китая. Думая, что они, тем самым задабривая Москву, не давя на нее, они создают для этого предпосылки. Ничего они не создают. Исход войны все и определит. И, кстати, сказать, проиграют те, кто поставили на Москву, или заняли нейтральную позицию, а выиграют те, кто поставили на Запад, или на собственные какие-то интересы, как Казахстан какой-нибудь. Он, между прочим, несмотря даже на все взаимоотношения, очень осторожен. Или, смотрите, по вопросу МДКБ, все говорят, да, схемы, деньги, мы говорим, что это святое. Заработать, коррумпироваться, это понятно. Но, безусловно, и, конечно, выиграют те, кто не с Москвой. Им будет что продавать. Даже внутри России, кстати. Я имею в виду те, кто осторожно занимали позицию и горизонтальные связи какие-то с элитой, ну, национальной в основном. А те, кто ввязался, например, может быть выгодоприобретателем Кадыров? Посмотрите на него. Может ли он быть от поражения в войне выгодоприобретателем? Да нет, он потеряет еще больше. Кадыров равно Путин, поэтому... Равно Путин, конечно, да. Ну, только он себя полностью с ним сцепил. И нельзя будет сказать, мы тут вообще не при делах, как это может сказать, например, какой-нибудь Татарстан при каких-то обстоятельствах. Татарстану тоже будет сложно это сказать. Сложно, но мы же понимаем, это публичный вопрос. Это не вопрос, как там было все на самом деле. То есть, если начнет разваливаться, пойдет распад России, то такие, как Казахстан, Башкортостан, ряд других, получат... Казахстан, не Казахстан. Казахстан... Казахстан, Башкортостан. Да, вы сказали Казахстан, поэтому... Я веду автономию. Да, да, да. Они тут же знают, мы тут ни при чем. Это Москва принимала решение о войне. Мы-то... Нам это вообще все зачем? А Кадыров так не скажет. Понимаете? У него такой возможности опции не будет. Что касается республик бывшего СССР, и особенно тех, которые Москва зацепила путем создания там военных конфликтов, как Грузия, как Молдова, Приднестровье, соответственно, Абхазия, Южная Осетия, ну, понятно, и Украина. Ну, так все тоже будет решаться от того, кто какую позицию занимал, у кого появится возможность интегрироваться на Запад, только у тех, кто был однозначен. Понимаете? Даже у Молдовы могут возникать проблемы, потому что в какой-то момент вдруг неожиданно выходится, что мы вас не можем, надо принять, у вас территориальная проблема. Ну, как же мы же вот там вот, ну, как-то вам надо было это решать в союзе с Украиной в какой-то момент. Поэтому, безусловно, все определит последствия войны. Я бы даже не сказал итог войны, а ее последствия. Потому что итог может быть, вот, например, если дойдут до того, что будет прекращение огня, но никто не признает оккупированных территорий российских. Никто. Ни Украина, ни Запад, никто на свете. Даже Китай. Но примеряться в том смысле, что вот прекращение огня, линия фронта замерла, она огрубилась, стала жесткой, никто ни в кого не стреляет, хотя стрелять продолжит, но никто не признает этих территорий. И что тогда дальше? Если продолжится давление на Россию, что она будет делать с этим территорием? Как долго она сможет в условиях падающей экономики существовать и поддерживать уровень противостояния? Тоже хороший вопрос, который можно спрогнозировать, но только отчасти. Например, Украина, первый вариант, деоккупировала такие территории до 91-го. Деоккупировала, это первый, по мне так и... Самый простой, при котором именно Украина будет решать и кому-то помогать вступать или решать свои проблемы в евроинтеграции и евроатлантической. Это объективно. Победившая Украина, она будет на региональном пространстве своего рода субгегемоном, назовем его так, который будет решать, что с Белоруссией будет, что с Молдовой, с Приднестровьем будет. Чуть-чуть отчасти с Грузией что будет. Понимаете? Допустим, Украина в результате войны сохраняет суверенитет, но лишается вот этих 19% территории, не смогла их деоккупировать. Допустим. Тут более сложная ситуация, при которой Украине самой надо будет сначала решить вопрос своей евроинтеграции, евроатлантической интеграции на 75-е годовщины в Вашингтоне пройдет саммит НАТО летом при Байдене, последняя его лебединая песня Байдена. Ему было бы приглашение в НАТО в Украине выдать бы, чтобы завершить, хотя бы если он проиграет следующую каденцию, таким ярким шагом. Но она будет решать прежде всего свои проблемы, потому что ей нужно как-то ужиться, примириться с тем, что часть территории так и останется под оккупацией. Понимаете? Это много, а много к чему ведет. Ну, там Крым и Донбасс, понятно, но все-таки левый берег Днепра, это часть Запорожской области, это, конечно, проблема. Там во многих отношениях отсутствие выхода к морю в Азовском, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда, конечно, более игровая ситуация, при которой кто-то добежит первым. Но у Грузии проблемы будут по-любому, потому что она попытается сохранить вот это колеблющееся положение, потому что если бы Москва проиграла и где оккупирована была в Украину, грузинская мечта тут же бы заявила, да мы с самого начала поддерживали, мы его том и все. в Украину. Вот это было как Продолжение следует...